Ишкар-Ала продолжает менять свои очертания. На границе центральной и заречной частей города, рядом с возводимым легкоатлетическим манежем, идут активные работы по строительству Воскресенского парка. Кстати, в будущем эти два объекта разделит проезжая часть. Пока масштаб изменений можно увидеть лишь на макете. Вот эта часть набережная и стадион, если будет реконструирована, она уже будет выполнять функцию дамбы, которая будет защищать Слободу. Таким образом, в будущем весеннее половодье для местных жителей может остаться лишь историческим фактом. Сейчас строители прокладывают в пока еще будущем парке коммуникации. Стадион «Динамо» изменит облик, но не назначение. Его реконструируют в духе уже существующих спортивных сооружений Шкралы. Рядом появятся спортивные площадки для игры в баскетбол и волейбол. Эту спортивную часть парка будут отделять от общей в 25 гектаров земли лишь жилые дома. Жилой сектор остается. Он, конечно, будет видоизменяться. Я думаю, что и те, кто там живут, будут заинтересованы в том, чтобы дома уже выглядели по-другому. А часть Слободы, где расположено муниципальное жилье, вот эти бараки, они будут снесены. Сейчас уже часть бараков освобождены. Люди получили квартиры и выселили их. Бараки Красноармейской Слободы уже тоже советское прошлое. На их месте вырастет этнозона с Марийской усадьбой, кузницей. В планах и организация подворья с домашней живностью – курами и кроликами. Кстати, первой в новом Воскресенском парке построят именно детскую зону. С игровыми площадками, зелеными насаждениями в виде лабиринта, солнечными часами и горками-качелями. С территорией для детей будет соседствовать концертная площадка и место, которое наверняка оценят подростки. Тут будут дорожки для катания на скейтах, роликах и велосипедах. Также предполагается строительство пешеходного перехода через воинов-интернационалистов для связи с площадью Патриаршей и с набережной левого берега. И будет связь под мостом. Сейчас эти рисунки и схемы не кажутся фантазиями. Ведь каких-то два года назад и Патриаршая площадь существовала только в карандаше. Ограничивать этот комплекс будет нынешняя улица Ишкинина, которая видоизменится и поменяет свой курс. Она будет расположена параллельно как шаги, разделяя парк и легкоатлетический манеж. Есть предложение инициативных ишкаролинцев присвоить этой магистрали новое имя – Воскресенский проспект.